В подготовках к единому дню голосования в разгаре. Меньше чем через две недели жителям Щелковского района предстоит выбор депутатов Государственной областной думы, а также депутатов по 15-м одномандатному округу в Щелкове. Всего 18 сентября будут работать 120 избирательных участков. Такие данные на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям озвучила Екатерина Халимова, заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Щелковского района. В настоящее время в помещении территориальной избирательной комиссии получены избирательные бюллетени по выборам депутатов Государственной думы, это 320 тысяч. В ближайшие дни нам будут доставлены бюллетени по выборам депутатов Московской областной думы. Все избирательные участки подлежат проверке в рамках обеспечения противопожарной безопасности. Особое внимание обращается на состояние пути эвакуации, обеспеченность первичными средствами пожаротушения, в состоянии работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре. Все участки находятся в целом в удовлетворительном состоянии, к выборам готовы. Подвели предварительные итоги пожара опасного периода. С начала 2016 года в лесах Щелковского района зафиксировано 12 возгораний. Количество очагов не увеличилось, однако сократилась площадь. Основной причиной возгорания, как отметили на заседании, остается человеческий фактор. Только этим летом пожарные зафиксировали 300 случаев поджога сухой травы. Особую опасность представляют собой деревья, уничтоженные короедом. 2000 гектар нам надо убирать сухостоя. Это, я считаю, достаточно серьезная цифра. И нам надо будет поработать совместно с лесхозом, выработать план на следующий год. Дарья Заснегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Дарья Заснегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Дарья Заснегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».